Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о нашем первом московском дне, в которой мы посетили ГУМ, самый главный универмаг страны, который находится на Красной площади. И мы пошли туда посмотреть новогодние декорации, новогодние украшения, потому что мы слышали о том, что ГУМ в этом году украшен в космическом стиле. Подходя к Красной площади, мы увидели паркинг ГУМа, где было написано, что один час на паркинге рядом с Красной площадью стоит всего лишь 250 рублей. То есть примерно столько же в Лондоне стоит любая парковка. Это 4 фунта в час. Считаю, что это сравнительно с Лондоном очень дешевая цена, но для России, в принципе, так как у нас зарплаты в разы меньше, чем в Лондоне, конечно же это дорого. Но если уж надо как-то припарковаться у Красной площади, то в принципе потратиться можно. На подходе к ГУМу мы, естественно, видели эту елку, которую я уже показывала, которая стоит на Красной площади, то есть главная центральная новогодняя елка страны. И там вот, как ни странно, мы увидели очень много девушек таких пафосных, которые пригласили фотографов, нарядились там, накрасились и так вот позировали перед елкой, перед ГУМом, такие Instagram girls. То есть работа шла серьезно именно на Instagram, чувствуется. Девушки, конечно, не сказать, что прям красавицы, но строят из себя такие. Но просто чувствуется вот именно в этих девушках какой-то провинциальный дух получается. Или может быть это просто молодость, я не знаю, может быть я в молодости так же себя вела. Но после 30 ты понимаешь, что вот это вот все, это все напускное и лучше быть самим собой, лучше вкладывать в свою голову какие-то знания и как-то развиваться по-другому, а не вот в Instagram делать эти селфи. Не знаю, я не могу тут ничего сказать. Для меня всегда люди намного интереснее, те, которые, ну конечно, выглядят прилично, я не говорю, что там не следят за собой. Но они не меняют свое inner, свою суть свою, то есть они не подстраиваются под общество, вот это вот пафосное «а-а-а». Они сами по себе личности. А вот в этих девушках как бы я никакой личности не заметила. Ну, может быть подрастут, будут привлекательнее в плане нарисованности какого-то интеллекта на их лбу. Не знаю, поживем, посмотрим. Но вот в этом плане Москва почувствовалась очень пафосной. Они наряжаются в шубы, в песцовые там или в какие-то костюмы дорогущие. Для меня это все не знаю. Да, бренды это хорошо, они качественные, они выглядят супер, но это не самоцель. Самацель это то, что у тебя в голове. Мне кажется, надо просто самому развиваться, что-то читать, куда-то ходить на какие-то форумы, как-то себя апгрейтить в плане мозгов, а не в плане фейса. Фейс, ну, я как бы работаю с тем, что у меня есть, поэтому менять свой нос или надувать губы – это неприемлемо. Для меня лучший собеседник и лучший человек – это тот, кто естественно ведет себя, естественно выглядит и имеет свои собственные мысли. Что еще хотела сказать? На любом входе в ГУМ есть досмотр. То есть стоят такие электронные ворота, через которые вы проходите, кладете сумки рядом, раскрываете, если вас попросят, и показываете, что у вас внутри. То есть в главный универмаг страны без досмотра не пройти. То же самое мы заметили и в метро, но в метро у нас и в Петербурге такая же ситуация, стоят ворота на предмет терроризма. После того, как в Петербурге взорвали метро года три назад, абсолютно на каждой станции стоят вот эти металлоискатели, и через них каждый день проходят тысячи людей, и на каждой станции стоят охранники, которые проверяют сумки подозрительных личностей. В Лондоне такого, конечно же, нет, но что-то есть такое из секьюрити, чего мы не видим, но что-то как-то они проверяют. Ну и, естественно, CCTV-камеры, которые стоят по всему Лондону. Тысячи камер, где практически каждая точка в Лондоне под надзором полиции. Но про CCTV я буду, наверное, попозже рассказывать. Это тоже интересная история. Большой глаз в очень юг, как говорится. Когда мы прошли через этот секьюрити, мы поднялись наверх, сразу на второй этаж, и оттуда я увидела, как работает коток ГУМ. Там люди катаются, тоже фотографируются. На втором этаже мы сразу попадаем на такую арку пролетную между рядами универмага, и там стоит огромная такая елка, примерно такая же елка-близнец, как на Красной площади, напротив входа в ГУМ. Внизу продают всякие сувениры, девушки наряженных снегурочек. Немножко напоминает советский стиль, но, кстати, да, и в ГУМе, и везде на Красной площади, на ВДНХА везде поют советские песни. Или новогодние, или вот такие вот реально хорошие песни, которых нету в наше время. Помимо ракет, которые летают над рядами ГУМа, еще во многих витринах очень много, особенно в детских магазинах, космических таких костюмов, ну, в общем, весь ГУМ украшен в космос. Плюс к тому мы увидели такую витрину, где продается школьная форма, школьная советская форма. В общем, как-то вся Москва нам в этот раз показалась такой советской, прямо как будто ты вернулся в прошлое, назад в будущее. Песни советские, костюмы советские, снегурочки советские, в общем, все навевает такой советский дух, и нам это очень понравилось. Помимо этого, внизу первого ряда там выставлены разного оформления елки, там от Тиффани, от Картье, еще какая-то, еще какая-то, то есть от каждого магазина, который существует в ГУМе, елка наряжена определенным образом. Такое тоже встречается в Харатье, и достаточно интересно посмотреть, просто прийти как на выставку, посмотреть оформление елки каждого из магазинов ГУМа. Ну, мы походили, пофотографировали сам ГУМ, кстати, цены мы вообще не смотрели, не заходили ни в какой из магазинов. В ГУМе достаточно пусто, людей практически нет, в основном люди приходят туда, пофотографироваться вот в этих вот новогодних декорациях, даже в каких-то нарядах таких вечерних приходят, снимают свои шубы и давай позировать. Ну, из темы пафоса. Такой напускной пафос. Я понимаю, что люди хотят сделать фотографии, кстати, вот это примерно из той серии, как я ходила в Харатце фотографироваться. Ну, правда, я не в вечернем наряде была, там, в свитерах со снеговичками или с оленями, а они вот реально наряжаются и приходят в ГУМ, чтобы попозировать перед главной елкой Москвы и иметь такие красивые фотографии на память. Это как бы я не вижу в этом ничего такого пафосного, это вполне нормальная ситуация. И мы сами также пофотографировались, правда, в чем я была все три дня в Москве, в том и стала позировать. После этого у нас еще до отеля оставалось часа три, и мы захотели в туалет, пошли искать его, и вход в туалет стоил 50 рублей. Платить было западло, и мама спросила уборщицу, нет ли где-то бесплатных туалетов. Оказывается, туалет бесплатный есть на третьей линии. Там проходите в фестивальное кафе и заходите в китайский ресторанчик, куда мы и направились. И так вот, как я говорила, заодно, проходя магазины, можно что-то прикупить. Мы решили и посидеть в этом китайском кафе, заказали рис с курицей и древесные грибы. Я себе взяла, не знала, что это такое, но решила попробовать что-то новое. Раз уж в кафе, раз уж придется платить деньги, то что-то взять, попробовать то, что я еще никогда не пробовала. Так что, я как говорила про туалеты, если вы их делаете бесплатными, то к вам же люди идут, чтобы посетить этот туалет. И плюс к этому, возможно, что-то прикупить. Вот так у нас и получилось. Кстати, там в кафе девушки уже видно, что москвички натуральные, не наряженные, не раскрашенные, но достойно и прилично выглядящие сидели. Просто общались между собой тихо, спокойно. И было видно их достоинство, их суть московскую. То есть, видно было, что они не провинциальные, понаехавшие девчонки, которые ищут свой шанс. А вечером на Никольской улице включаются тысячи, мириады огней. И так красиво выглядит вся эта улица в перспективе. И просто безумно красиво. Туда тоже все приходят фотографироваться. Ну и мы сделали пару фотографий. Вот пока, наверное, и все, что я хотела сказать про Москву и про ГУМ. Главный универмаг страны. Очень скоро я расскажу про бизнес-форум, который мы посетили. И потом про ВДНХ. А пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok